Всем привет, ребята! Вы давно просили записать какой-нибудь видосик или гайд по какому-нибудь Титанчику, отдельный видос. Вот я решила как-то разбавить все свои стримы одним таким видео. Посмотрим, как у меня получится. Это бой, собственно, я и ждала, когда мне подвернется такой вот бой подходящий, по которому можно будет написать какой-то гайд или хотя бы какой-то обзор. Сейчас бои крайне редко попадаются интересные, рандом слишком однообразный, катки все однообразные, эти турбо-бои. Бои длятся там не больше 3-4 минут и рассказывать особо нечего. Вот такая вот машинка 9 уровня, Объект 705. Боже мой, эта машина 9 уровня. У меня были все танки 9 уровня, абсолютно все практически танки, но кроме некоторых ЛТшек, потому что я их не качала. У меня в ангаре 60 топов, я прошла все тяжи. Это самое убогое, что было у меня когда-то. Это действительно самая убогая машина. Она пробивается куда угодно, вот куда захотят по вам стрельнуть, туда вас и пробьют. То есть 7-ки, любые уровни, 7-ки, 8-ки пробивают вас вообще налегке. Лично мне танк не понравился. Он не то что сложный в игре. Заднее расположение башни говорит о том, что у тебя плохо склоняется орудие. Если плохо склоняется орудие, соответственно, рельеф, далеко не каждый рельеф ты сможешь использовать. Ну, как в данной вот ситуации. Я заехала вверх, значит я могу использовать рельеф. Я поставила корпус ровно. Могу нормально играть. Если бы я осталась сзади и они поджали, я бы играть никак не смогла. Здесь и бой самый очень интересный, такой результативный бой. Сейчас такой редко очень встретишь. В данном случае у меня танк с пушкой от ИСа-7. Я решила проходить его с пушкой от ИСа-7. Не знаю, почему я так решила. Наверное, потому что у первой пушки КС и основные снаряды. Но тем, кто будет качать статанчик, конечно, рекомендую играть именно на пушке первой, у которой 440 альфы. Она намного комфортнее в игре. Просто там КС, КС, мне так неудобно стрелять. У Хэвика так красиво быка отлетела. Очень красиво так быка отлетела у Хэвика. Союзники, как обычно. Кто куда тащится, все подпирают. Никто не дает проехать. Этот Япий смешался на протяжении всего боя, ничего полезного так и не сделал. Так вот, касательно пушек, что я хотела сказать. Пушку лучше ставить первую, альтернативную пушку. У которой альфа 440. Не та, на которой я играю сейчас. Почему? Потому что альфа у них вылетает практически одинаковая. КД у этой пушки, у той пушки, не у этой, на которой я сейчас играю. У той пушки КД быстрее секунды на 3, наверное. То есть она ДПМ не получается. Стабилизация у нее будет, ну, чуточку лучше. Все-таки. Единственная разница вот в альфе, ну, по характеристикам разница в альфе, на самом деле, разницы я никакой не заметила. У той пушки вылетало по КД 500, у этой пушки тоже вылетает постоянно 500. Альфа. Ну, вот. У нас Епис, как обычно, типичный игрок на Еписе. Подолбился, подолбился от Центуриона. Не стрельнул в него и сдох. Опять же, качать вот в сегодняшних условиях рандома, вот в таких вот реалиях сейчас танчик с задним расположением башни. Это говорит о том, что у вас трансмиссия будет находиться спереди. Гореть вы будете от любого фугаса, который попадет вам в маску. А фугасов сейчас очень много. Те же самые бабахи всякие, тайпики 5 хэви, 4 хэви. Оно даже Т57 хэви на фугасах, чего я только не видела. Он стреляет вам, получается, в корпус. Фугас разрывается в маску. И у вас горит все, включая психику. У вас горит танк от того, что вам стрельнули в маску. Фугас разорвался, осколки упали вниз трансмиссию, и танк загорелся. У вас горит стул от этого. И медленно выкипает мозг. На танках с задним расположением башни вообще играть очень тяжело. Вот если не считать такие танки, как пазик. Пазик он имбоват. Хотя тоже у меня часто горит. Вот сейчас будет такой момент. Оно пробивается куда угодно. Под любым углом. Абсолютно под любым углом оно шьется. То есть вот я сейчас так стою. Если бы этот конь стрелял мне в задний каток. Сейчас доверну в башню. Вот сюда вот в задний каток. Если бы он мне стрелял, он бы меня пробил. Он бы мне нанес урон. То есть как борт не доворачивая, в любом случае пробьется. Одно исключение, если он будет стоять ровно катком. Не подставляя свой НЛБ. Что очень сложно сделать. И опять же более опытный игрок все-таки не будет вам выцеливать НЛБ. Он стрельнет просто вам в щеку и все. И в щеку обязательно стрелять нужно ББшкой. А не каким-то КСом. Потому что там экран. Находятся экраны у него маленькие. В данном случае у меня уже 8 фрагов в данном бою. И у нас конь берет базу активно. Зараза, берет базу. А мне хочется медальку пула себе урвать. Я на него так косо посмотрела. Хотела его убить. А потом посмотрела, сколько у него хп. Поняла, что я его не убью. Никак. Майковала вроде бы парня, чтобы он съехал с базы. Это мои союзники. Они никогда никого не слушают. Они просто стоят как вкопанные. Вот я посмотрела на него. Я думала его добить. А у него хп много оказалось. Тоже пытаюсь так ему на мини-карте показать, чтобы он съехал. Он принципиально не съезжает. Но видите, вот такое вот стечение обстоятельств на такую медальку. Я стреляю, получается, по пилоту. Наношу ему урон. У меня вот заряжается танчик. Остается там сколько? 4 секунды, да? 4 секунды осталось до зарядки. Мне не хватает, чтобы пристрелить обоих. Я даблю одного и на последней секунде просто убиваю Т-30. Такой вот эпичный бой. Небольшие советы вот по прокачке этого танка. Если хотите, конечно, качать этот танк. Если надумаете качать этот танк, то ставьте пушку, у которой будет 440 альфы. Которая идет предтоповая. Перед башней открывается. И что мне показало, не нужно подставлять никогда НЛТ на этом танке. Его пробивает практически любой танк любого уровня. Что очень печально для танчика 9 уровня. Ребята, это был мой первый видос. В принципе, отдельный. Я надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, жмите лайк. Подписывайтесь на канал. И буду рада видеть вас на стримах. Всем пока!